Всем привет! С вами канал ArtManya. Сегодня у нас видеообзор на мультиварку Polaris. Вот так выглядит ее коробочка. Ее можно мыть в посудомощной машинке. Это очень классно. Несколько покрытий, сенсорная панель и аксессуары. 130 рецептов книга в подарок. Мультиварка у нас вот такая. В принципе, вам будет написано там в ролике. Здесь, кстати, есть еще два рецепта. И вот вся какая она. Все здесь рассказано. Клапан, крышка, аксессуары, петля для крышки, чашка и сенсорная панель. И давайте же, наконец, посмотрим саму мультиварку. Какая же она у нас. Так, вот, в принципе, самая мультиварка. Также здесь книга рецептов. Давайте посмотрим, что у нас здесь входит. Кстати, хорошо запечатаны, чем у робот-пылесоса Китбор. Например, у него не было запечатано. Ну, книга, конечно, такая обычная, стандартненькая. Но здесь вот довольно все просто написано, ингредиенты. Довольно все красиво. Рецепты, которые входят в книгу, будут в конце ролика. То есть в конце компактный ролик я вставлю, где там будут какие рецепты, возможно, вам пригодится. Так, также здесь что у нас? Это что? Инструкция, руководство обалдеть. Тут, наверное, на всех языках мира тоже входит. Хотя нет, по-русски. А, ну да, на нескольких языках. Запустите программу. Короче, тут тоже, да, всего много. Здесь сама Polaris, а, гарантийный талон такой вот. И Polaris. Тут плюс подарок можно получить. Не знаю, что-то, что-то, что-то тут. Такое интересное. Так, и давайте посмотрим саму мультиварку. Здесь есть кнопочка такая. Здесь вот небольшой такой выход пара. Узенький. Надеюсь, что ничего не повылетает оттуда, не заполнит кухню, потому что первой мультиварке это было очень страшно. Открываем. Кстати, крышка так открывается интересно. Так вот она полностью. И можно сделать, чтобы чуть-чуть была приоткрыта. Это очень интересно сделано. Так. Тут. Это должен сниматься. Ее можно в посудомоечную машинку тоже положить. И все там будет чисто. Сам провод. Мы ее уже включали, проверяли. Ее только что сейчас привезли. Ложечки, которые мне никогда не пригождаются. Такая штучка для паровых котлет. Кстати, у меня в предыдущей мультиварке я очень часто делала куриные котлетки на пару. Очень безумно вкусные. Штука вот эта, конечно, вообще прям классная. И, конечно же, подарок. Я знаю, что сейчас в новых моделях не кладут. Но мне почему-то попалось. И по отзывам я считала, что ни у кого нет. Но мне попалось. Не знаю, почему такая. Такие вот контейнеры. Честно, я их даже не хотела. Думала, нет, мне не надо лишнее. Но можно, наверное, попробовать делать йогурт в них. Может быть, в них даже будет и поудобнее сделать. Не знаю. Так, таких у нас 6 штук. Наклейка, да, керамическое покрытие чаши. Вернее, бумажечка. И сама чаша. Пакетики. Здесь вот очень удобно. Есть ручки. Потому что в предыдущей моей было очень сложно. Корячишься просто. Здесь удобно вытащить. Взялся за ручки и вытащил. И все хорошо. Такая, кстати, довольно тяжеловатенькая. И, конечно же, внутри она довольно прям красивая. Вам видно. Вот она. Так, ну и давайте же, конечно же, ее посмотрим здесь. Опа. И вот тоже. Так, здесь у нас с вами получается сенсорная панель. Кстати, сенсорная панель – это очень-очень классно, круто. То, что ее можно помыть спокойно. Моется она легко. То есть, губка с аосом. Пеночку вы наносите. И потом просто это все смываете. И все. И она у вас идеально чистая. Покупайте только сенсорную панелью. Не покупайте, где просто наклеено. Предыдущая мультиварка у меня просто наклеена. И сейчас уже эта наклика отдирается. Под ними там какие-то непонятные кнопки, непонятные дырки какие-то. Что-то, не знаю, нереально. Кошмар какой-то. Вот. Давайте сейчас поближе покажу. Так, мы ее включили. Вот так она выглядит. Подогрев, отмена. Температура, отложение. Отложение? Отложенный старт. Так, часы. Прям она такая зеркальня. Мой рецепт. Минуты там можно прибавить. Меню, старт. И, конечно же, сами программы. Внутри. Она, кстати, такая идеальная, чистая пока. Это очень приятно. Для ручек. Эти вот штучки. Здесь вот есть, я знаю, там резервуар для воды, которая там вот стекает. Еще такая чистенькая, такая хорошенькая. Так. С этой стороны тоже. Ну-ка. Попала? Попала. Кладется довольно неплохо. Вот тут есть ручка. Так. Знаю, то, что нужно первый раз ее просто включить, чтобы вышли разные масла. Все такое. Нужно налить водичку. Сейчас я налью. И мы с вами пройдемся заодно по программам. Так, водичка я включила. Нажимаем меню. Ну, и, наверное, просто... Ну, да. А, да. Паста 8 минут. Паста 8 минут. Это так мало. Крупа 40 минут. Настойка теста 12 минут. Это, кстати, круто. Хлеб 2 часа. Плюс-минус там еще какая-то чего-то. Суп час. Йогурт 8 часов. Ну, кстати, йогурт можно добавить 10 часов. Обычно 10 хватает. Я делала. Кстати, если вам понадобится рецепт йогурта, я сделаю на ней. Мы будем с вами пробовать. Так. Разогрев 20 минут. Жарко в масле 5 минут. Тушение 2 часа. Варенье 1 час. Плов 1 час. Соте 2 часа. Жарко 30 минут. Варка на пару. 5 минут. Странно. Пицца 20 минут. Сосиски, пельмени 15 минут. Бобы 1 час. Запекание 30 минут. Компот 1 час. Томление 5 часов. Овсянка 5 минут. Неужели она овсянка может за 5 минут приготовить? 20 минут. Стерилизация. Круто. Так. Нам надо выбрать на пару. Удержим. Варка на пару. Вот. И... 8, 9, 10. Мало как долго. 16. И полчаса. И давайте с вами мультиварку посмотрим со всех сторон. Здесь, смотрите, у нас не наклейка. То есть... Вот он весь экранчик. Очень удобно. Помыть удобно. Такие маленькие ножки у нее спереди. Сверху у нее тут ничего не открывается. С одной стороны, если честно, плохо. Не промоешь нормально. Не знаю. Может быть, конечно, та штучка открывается. Ручка. Кстати, она очень такая... Смотрите. Она компактная. Реально компактная. Мне кажется, моя больше гораздо. Предыдущая. Так. С этой стороны у нее... Вот ручка. Здесь все герметично. Читала отзывы, что у кого-то якобы каша вылезла с этой стороны. Даже была фотография. Не знаю, каким там образом она вылезла. У меня, слава богу, здесь все хорошо. Так. Ну и с этой стороны здесь есть какие-то штучки металлические, наверное, которые держат. И тот самый контейнер, который должен быть у каждой мультиварки. Обязательно, когда вы выбираете мультиварку, смотрите, чтобы был контейнер. В этот контейнер сейчас сливается вода, какая-то там жир, грязь, которая стекает с крышечки. Иначе, если его у вас нет, она будет где-то вот здесь лежать, где-то там лужа будет. То есть, вот у моей предыдущей не было. Там была грязь у нас, вокруг там где-то было все. Не знаю, не пойми как. Опа. Вот он открывается. Он такой маленький. Его периодически нужно проверять, мыть. Вот здесь. А вот дырочка, да? И тут дырочка, да? Вот он вот так выглядит. А, ну его можно либо... А, нет. Можно зацепить. Нет, прям ручка есть. Такой классненький. Так. Что тут? А, под душем мыть нельзя. Да, запрещено мыть под душем полностью мультиварку. Ну это, блин, не знаю. Мне кажется, это и так понятно. Здесь что такое? Какая-то козявка. Здесь у нее такая ножка необычная. Здесь вот вставляется этот вот штекер. Кстати, когда мы ее принесли, мне ее включили. Ну, вернее, я ее включила. Она не сразу загорелась. Он немножечко вот отходил. Он такой ходит. В принципе, они всегда так ходят. Немножко могут отходить. Так, там ножки, ножки, ножки. Ну все, посмотрим ее снизу. Что у нас там снизу? А что такое снизу тут? Ух ты, дырка какая-то интересная. Вот, ну ладно. Вот так она выглядит со всех сторон. То есть у нас с вами обзор доскональный. Ну и с этой стороны, блин, смотрите, она реально выглядит офигенно. Просто офигенно стоит на столе. Просто шикарная мультиварка, правда, вот шикарная. И готовить в ней одно удовольствие. Так, ну вот, смотрите, моя другая мультиварка. Вот, пожалуйста. Наклейка отклеивается. И, конечно, если здесь отклеить, то непонятно, какие клавиши. Да, они нажимаются, но неизвестно, что это. То есть, ну, не запомнишь. Старт, плюс-минус. Экран, да, вот он, экран. Ну, здесь, да, экран. Ну, здесь, соответственно, точно такое же. То есть, наклейка, это не очень хорошо. И нафиг это не надо. Ну, здесь плюс то, что вот эта штучка снимает, ее можно помыть. То есть, ну, вот у этой и здесь нет такого. Так. Гречневая каша в мультиварке. Смотрите, какая она бесподобная. Разваристая. Ну, конечно, если выключить пораньше, то она будет более такая, какая вам нравится. Но для ребенка своего я готова вот такую. Только такое он и ест у меня. Вот, вообще, прям, смотрите, бесподобная каша. Геркулесовая каша, кстати, тоже очень-очень прям разваристая. Очень такая классная, как-нибудь тоже покажу. Просто у меня была другая мультиварка. Она вообще не умела эти каши готовить. У нее час готовит, и все равно сырая остается. Два часа готовится, и все равно сырая остается. А эти, смотрите, наверняка она очень вкусная. Ну, воды чуть-чуть, конечно, я побольше добавила, чем хотелось. Хотя, в принципе, воды особо ням-ням. Также можно в мультиварке сварить кукурузу. Варилась она целый час на функции молочной каши. Но получилась обалденно вкусная, мягенькая такая, сочненькая. И, кстати, очень удобно, что не нужно за ней следить. Поставил и ушел. Пришел, готово. А сейчас пролетаясь мультиварка с этой, очень быстро. Как полчаса. Так, ну вот, смотрите, у меня. Вот она получилась. Подожди. Ой. Вот такая получилась вкусняшка. А еще, смотрите, у меня мультиварка. Два в одном мультиварка. Внизу у меня будет суп. А сверху будет... Та-дам! А тут у нас, смотрите, куриные котлетки. Два в одном. Закрываем. Включаем. Ну, так, здесь мы с вами выбираем на пару. Вот такие супчики получились. Вот, мутненький. Вот такой вот. И котлеточки куриные. Безумно-безумно вкусные. Так, ну и, конечно, закончим с вами обзор вот этой прекрасной мультиварки. Ею я уже пользуюсь месяца, наверное, два. Постепенно я вам заказывала, какие рецепты можно на ней приготовить, что на ней можно приготовить. И, честно говоря, когда я ее купила, я полностью перешла на нее. Готовлю я теперь только на ней. То есть, плитой я вообще не пользуюсь. Ну, духовкой пользуюсь. Вот. Полностью. Потому что это очень удобно. Она просто, знаете, вот поставила, сложила туда суп, допустим, поставила, включила и ушел. Она пропищала, пришел, сел, поел. То есть, это очень сильно удобно. Также на ней готовлю мацони. Это есть отдельные ролики, йогурты готовлю. Там тоже будет отдельный ролик. То есть, я очень много приготовила на ней. И, давайте скажу сразу. Мне не понравилось абсолютно все. Полностью все. Ну, единственное, вот эта вот кнопка старта. То есть, вот она, старт. То есть, все вот тут нажимается хорошо. Вот эту кнопку старта приходится нажимать вот так вот. Вот, чтобы вот она почувствовала. И я читала отзывы, прежде чем ее купить, там тоже все писали, что кнопка старта у всех работает плохо. У всех абсолютно практически. Я не знаю почему. Вот именно вот. А здесь вот тык-тык-тык-тык. То есть, вот она все нормально. Тут вот приходится долго, это начинает злить немножечко. Иногда быстро, иногда вот долго стоишь. Также, кстати, чашу можно мыть в посудомоечной машинке. Это большой плюс. Так, откроем ее. Вот тут снимается очень удобно. Просто вот, вот это вот просто штучки отодвигаются. А в эту сторону отодвигаются обе. И она снимается. То есть, очень прям вообще очень-очень удобно. Предыдущая у меня была мультиварка. Там было очень сложно снять эту крышку. Надо было не только две руки иметь, а надо было, наверное, и руки так четыре иметь. Которых, к сожалению, у меня нет почему-то. Вот. Хотя, производители Redmond почему-то думают, что они есть у всех. Предыдущая у меня была Redmond. Честно, она мне вообще не нравилась. Вот. Поэтому мне есть с чем сравнивать. Она довольно, кстати, хорошо и быстро сохнет самостоятельно. То есть, вот, ну, остаются вот капельки чуть-чуть. У меня чуть-чуть они есть. Буквально даже их не протираешь, уходишь. Там через какое-то время приходишь, она полностью сухая. Вот. То есть, она сама высыхает. Это очень удобно. То есть, и за два месяца, смотрите, использование, она идеальное у меня. Хотя, немножко иногда, если честно, металлической ложечкой даже чуть-чуть помешивала. Вот. Ну, стараюсь как бы не мешать. Вот. Но она идеальная. С этой стороны вот тоже все хорошо. За эти ручки очень удобно браться. Это оказывается очень удобно, потому что предыдущая у меня была без этих ручек. Я за нее брала, знаете, варежкой, грязной варежкой вот так вот туда залазила, вот, чтобы ее вот просто вот вытащить оттуда. Вот. Открывается она очень удобно. Тут все сенсорное. То есть, просто взял, да, вот, тряпочкой, хоп-хоп-хоп, протер просто вот, и все. Предыдущая, там у меня была другая, там было все очень сложно. Также у нее сзади есть отсек, куда сливается водичка вот тут, вот, которая вот капает с этой вот крышечкой. Это очень удобно. Раз, вылил, все, то есть, у вас нету на столе какой-то там лужи большой. Ну, и, конечно, у нее вот эта вот розетка, это другая, это моя, от предыдущей мультиварки я оставила. Просто удобно. Там на ней клавиши есть, нажимаешь и все. Вот. Я их поменяла. Короче, мультиваркой я полностью довольна. Она мне безумно просто нравится. Моя помощница на ней приготовила. Я уже очень-очень много разных блюд и вам показала. Также давайте посмотрим вот внизу, что у меня там есть. Здесь, конечно же, пятна, знаете, вот как я и не старалась протирать вот здесь вот. Но эти пятна каким-то там непонятным образом все равно появляются. Она немножко шипит. Хотела, чтобы у меня было здесь чистенько, но нет. Получилось вот так вот. Немножечко оно у меня тут грязненькое еще. Вот такой у нас с вами получился обзор. Смотрите также другие ролики. У нас еще есть два обзора на посудомоечную машинку. Обзор скоро выйдет. Вернее, уже вышел. И скоро выйдет на сушильный аппарат. Тоже смотрите обзор. Также у нас есть обзоры на вкусняшки. Шоколадки всякие, колбаски там, консервы. Все, что угодно. Там есть у меня на канале, на ютубе целый плейлист. Много всего. Обзоры с фикс-прайса на всякие вкусняшки. Влоги, прогулки по улице. Куча-куча всего интересного. Обязательно смотрите, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите свои отзывы, если у вас есть такая мультиварка. Как она у вас. Работает у вас вот эта кнопка хорошо или нет. Обязательно пишите. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока.